Венгерское правительство нанесло оглушительную оплеуху старушке Европе, которая на всех площадках пропагандирует общечеловеческие ценности и играет роль защитника прав человека, и доказала, что в цивилизованном мире также время от времени появляется призрак коррупции, и что не только в странах третьего мира можно купить все, за что предлагают сходную цену. Сходную цену в этот раз предложил знаток рыночных отношений Азербайджан, который по некоторым источникам предложил за свободу убийцы 3 миллиарда евро. Убийца Рамиль Сафаров, которого венгерское правосудие ранее осудило на пожизненное заключение за убийство топором спящего офицера армянской армии Гургена Маркаряна, передан азербайджанской стороне. По прибытии в Баку Сафаров был помилован, получил внеочередное воинское звание, зарплату за те 8 лет, что отсидел в венгерской тюрьме и квартиру от Министерства обороны. Армения в ответ на эти действия в Венгрии заморозила все дипломатические отношения и все официальные связи с этой страной. Президент Армении подчеркнул, что власти в Венгрии, страны-члены ЕС и НАТО, войдя в сделку с Азербайджаном, открыли дверь для продолжения преступлений на этнической и религиозной почве. Посольство Армении в Российской Федерации также отреагировало на позорную сделку венгерских властей с Азербайджаном по экстрадиции убийцы Рамиля Сафарова. Посол Республики Армения в России Олегий Саям вчера пригласил работающих в Москве армянских журналистов и разъяснил позицию и действия посольства в связи со сложившейся ситуацией. Господин посол заявил, что посольство разработало план действий, одной из задач которого является подробным образом уведомить официальные лица и дипломатические представительства других стран, расположенных в России, о сути случившегося и потребовать соответствующей реакции. На вопрос, не задерживается ли реакция официальной Москвы на действия Венгрии и Азербайджана, господин Исаян ответил, что нужно учитывать то, что события развивались в выходные, когда в Москве отмечается День города, а также празднование 200-летия Победы в Отечественной войне 1812 года. Думаю, что молчание связано пока только с этим, но в понедельник у меня состоится встреча в Министерстве иностранных дел России, и я полагаю, что мы дождемся реакции, заметил посол. Посол также привел во внимание факт, что посольство за последние сутки получило множество сообщений, возмущенных действиями венгерских и азербайджанских властей от граждан России, как армянского происхождения, так и от русских, одно из которых Олег Исаевич зачитал. Напомним, что 19 февраля 2004 года в Гудапеште Рамиль Сафаров ночью зарубил заранее купленным топором спящего армянского офицера Гургена Маркаряна. Нанеся 16 ударов топором спящему Маркаряну, он начал ломиться в комнату к другому армянскому офицеру, который тоже спал, где его и задержали. Офицеры проходили в венгерской столице курс английского языка в рамках программы НАТО «Сотрудничество во имя мира». Суд приговорил Сафарова к пожизненному тюремному заключению без права амнистии в первые 30 лет. Судья объяснил свое решение особой жестокостью убийства Сафарова и тем, что последний не раскаялся в совершении преступления. Первое армянское интернет-телевидение. Москва. Субтитры создавал DimaTorzok